Наш продукт, это достаточно новый для российского рынка, это платформа для управления коммерческими предложениями. Основная функция которой – получать уведомления, когда клиент открывает предложение. И не просто как в каком-то почтовом агенте, да, вы видите, когда он открыл письмо. Нет, вы видите, когда он открыл письмо, раз, и второе, вы видите, когда он открыл коммерческое предложение и как он его смотрит. Соответственно, для вас это, может быть, чем интересно, тем, что вы можете позвонить ему именно в тот момент, когда он горячий, да, когда он смотрит предложение, когда он выделил время на вашу компанию. Это основное. Есть еще другие функции, такие как сбор аналитики, то есть вы можете теперь ваши коммерческие предложения, ну, это может быть предложение, это может быть велком презентация. И вы можете ее дорабатывать на основе статистики, а не на основе вкуса отдельных сотрудников компании. А третья функция – это управление онлайн-презентацией, то есть вы, в принципе, можете на мониторе вашего клиента управлять презентацией, рассказывать ему там то, что вы считаете нужно, да, показывать те слайды, которые вы хотите. И четвертое – это отсрочная отправка. Она интересна, может быть, для чего? Для планирования вашего дня. То есть часто менеджеры продажам составляют коммерческие предложения, у них время, да, остается только после рабочего дня, после шести-семи. Соответственно, вы можете сделать все письма, да, подготовить для отправки, указать время, например, следующего дня, 10 утра, отправку всем клиентам, да, и вы придете на работу на следующий день. В 10 часов отправится предложение всем вашим клиентам, и вы будете уже смотреть, когда они их открывают, и звонить, пока они горячие. Первое – это САС-решение, да, это система, которая в облаке, вы получаете туда просто доступ. А второе – это коробочный продукт, который внедряется внутри компании, здесь уже зависит от того, какое ПО, да, какие программы, какие CRM стоят внутри компании. А мы можем выполнять ее сами, да, мы можем выполнять ее, там, например, за счет каких-то подрядчиков клиента, если для него это важно. То есть здесь мы гибки, ну, мы больше работаем все-таки на результат, да, чтобы наш продукт был полезен. Это важнее, именно поэтому мы там начинаем, все проекты начинаем обязательно с пилота. Мы там не пытаемся продать подписку на год сразу, да, нам важно там здесь сейчас на берегу определиться, насколько это эффективно, чтобы потом клиент был доволен и пользовался нашей услугой. Целевую аудиторию можно разделить, наверное, двумя способами, да. Первый способ, наверное, по размеру бизнеса. САС-решение – это чаще всего там малый и средний бизнес и там нано-бизнес. А внедрение внутрь компании – это уже средний и крупный бизнес. Либо же это может быть разделение на насколько зарегламентирован процесс продажи. Есть компании, которые пользуются внешними почтовыми агентами, да, например, или какими-то почтовыми клиентами, например, Outlook тот же самый. И он не привязан к CRM-системе. Вот тогда это может быть САС-решение, да, для них достаточно удобно. Если же у них процесс отправки коммерческих предложений, процесс звонков встроен внутрь CRM, то здесь лучше, наверное, интеграция именно с ними, именно с их ПО. Человек занимается продажами, да, он начал свою карьеру менеджером, он продает, он делает это непонятно как, когда-то получается, когда-то нет, да. Потом его отправляют на тренинг по продажам, и он для себя открывает огромную область, как технология продаж. Да, он понимает, что появились какие-то там пять точек, да, вот эти пять этапов продаж, где он может влиять на принятие решения клиента и каким-то образом влиять на вот процесс сделки, на скорость сделки, там, на качество сделки. Вот здесь то же самое, да, и основная проблема в том, чтобы высветить эту зону. Для клиентов часто это не всегда понятно бывает, а иногда, может быть, кто-то не готов, да, к этому. Вот, наверное, вот такие основные возражения. И основная сложность, да, показать, что, коллеги, есть еще точки воздействия на вашу конверсию. Как я уже говорил на выступлении, где мы можем воздействовать на клиента при отправке коммерческого предложения, как мы можем увеличить конверсию. Первое – это работа с продуктом, да, то есть мы можем, например, уронить цену, и тогда коммерческое предложение будет отличное. Мы можем придумать какие-то конкурентные преимущества, тоже все будут довольны. Это первая часть. Вторая – это может быть копирайтинг, то есть работа с содержанием, да, то, как мы предоставляем информацию. И как раз вот наш сервис – это вот третья точка, которая может влиять на конверсию, и причем очень сильно, то есть звонить вовремя клиенту. Есть люди, которые в кризис понимают, что что-то случилось, и у нас нет денег, да, и надо быстрее и быстрее искать деньги. А есть руководители, которые скорее… у них другой подход, да, то есть они накопили какую-то там базу свою, да, там ресурсов, необязательно денег, и они понимают, что в кризис можно заниматься собой. И очень, на самом деле, это достаточно эффективно, да, когда внешние рынки нестабильны, когда, ну, во вне компании непонятно, что происходит, и мы на этом как-то слабо можем влиять нашими ресурсами, ну, нашей компанией, да, нашей системой. То как раз есть время, чтобы остановиться, передохнуть и наладить что-то, что есть внутри. Вот скорее, наверное, мы рассчитаны вот на этих людей, да, и наш сервис тоже больше для них, которые готовы оптимизировать во время кризиса, которые готовы посмотреть, где у них болит, быстро подлечить, да, когда кризис закончится, чтобы стартануть намного быстрее, чем их конкуренты, которые вот пытались в кризис быстрее и быстрее где-то найти еще денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова